Друзья, всем привет! С вами Fashion Director Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня у нас обещанный эфир, совместный с Illustration by Sophie. И мы будем обсуждать, кто же такой Fashion Illustrator и как вообще стать Fashion Illustrator, как складывается путь, что для этого нужно знать, нужно уметь, как эти навыки приобретать и как их нарабатывать. Сегодня вот обо всем об этом мы поговорим. Сейчас я жду Соню, а и... Нужно мне её закрепить. Сейчас закреплю комментарий. Тема. Так. Привет! Привет! Сейчас, секундочку. Fashion Illustrator. Сейчас закрепляю тему. И будем общаться. Так. Опубликовать. Одну секундочку. Э-э-э. Улетел комментарий мой. Прикрепить комментарий. Вот. Так. Всем привет! Если нас, кто не знает... Меня зовут Екатерина. Я основатель проекта Fashion Vector Design. Я профессиональный фэшн-дизайнер. Больше восьми лет проработала в крупных брендах. У меня профессиональное образование как дизайнера, как менеджера. У меня их три вообще. Вот. И, в общем-то, здесь мы учим и рассказываем о том, как связать свою жизнь с дизайном. Может быть, это будет хобби, может быть, это будет профессия. Соня великолепный человечек. Тоже профессиональный дизайнер. Но она, помимо всего прочего, еще и фэшн-иллюстратор. И именно об этом мы сегодня будем рассказывать. Она согласилась провести со мной этот эфир. Вот. Ну, давай ты тоже немножко о себе расскажешь. Поскольку у нас сегодня такая ознакомительная, да, как стать фэшн-иллюстратором, давай мы тебя и разберем. Как ты к этому пришла, к такой жизни? Расскажи мне. Сейчас разберем. Да, меня зовут София, еще раз представлюсь. Я дизайнер одежды. По образованию я конструктор одежды. Вот. У меня тоже с этим есть отдельная история, потому что, когда я устроилась везде на дизайнера, то все-таки я, типа, думаю, хм, конструктор. Вот. Но, тем не менее, я работала большее время именно с дизайнером. Последняя моя была должность ведущей дизайнера одежды. И как раз до пандемии я уже в процессе, как бы, своей основной работы, деятельности начинала рисовать, вела там небольшой блог по иллюстрации, преподавала еще тоже до этого иллюстрацию очно. Вот. Мне все это очень, прям, очень нравилось, но всегда основная работа, она как-то перебивала. То есть, да, всегда ты там в офис, это было главное. Вот. А до пандемии в какой-то момент я решила, что я хочу попробовать себя на фрилансе. То есть окончательно перейти на дизайнерские заказы на фрилансе, на иллюстрации, развить тоже свой блог. И как раз до пандемии я начала развивать вот этот блог Fashion Illustrations by Sofie, который... И пандемия, в общем, я ее прижила совершенно спокойно. Как иллюстратор очень много было заказов, и сейчас они остаются. Вот. Поэтому путь мой был органическим, как мне кажется. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, не совсем нет. Все-таки конструктор — это не дизайнер и не художник. Это очень рядышком, да, но другое. Это все-таки инженер в своей основе, да. Как ты училась? С чего ты начинала? Я помню, что ты всегда рисовала. Сколько мы с тобой знакомы, карандаш из рук ты не выпускала просто. Всегда что-то там было. Да, я рисовала с детства. Вот. Так просто получилось. На самом деле там была ситуация, когда я поступала, я очень хотела поступить именно на дизайн, но меня всю жизнь готовили к высшей школе экономики. То есть меня готовили, я ходила к экономисту-преподавателю, он мне там втюхивал алгоритмы, вот это вот все, и у меня были все как бы шансы поступить. Но в последний момент, я расскажу кратенько, это такая смешная история, мы случайно сели с девочкой, там соединили два класса в школе в 11 классе, на какой-то, не помню, какой урок, мы с ней сели вместе, и я что-то рисовала на полях в тетрадке. И она такая, Соня, ты так здорово рисуешь, а ты не хочешь поступать на дизайнера? И я такая, да я вообще-то в экономику, по тематикам меня всю жизнь готовили, типа, вот, и она поселила во мне это зерно сомнений, в том, куда я иду. Вот, и было трудно переживать для мамы, что я, значит, меняю экономику великую и могучую, да, на какой-то дизайн. Но я уже не успевала попасть именно на сам дизайн, поэтому мне пришлось поступать на конструктора. Вот, у нас тоже там был рисунок, тоже очень много мы рисовали, и были творческие задачи, естественно, не в том объёме, в котором это всё есть на дизайне, больше было упора на инженерную тему. Вот, но я всегда находила себе, как бы, места, где я могу порисовать, в своё творчество, вот это проявить по полной, потому что рисунок, это для меня, наверное, самое приятное, что я вообще могу делать по жизни, ещё когда за это и платье, это вообще прессащит. Вот. А какая история? Слушай, а такой момент, в чём всё-таки получается разница между фэшн-иллюстратором и дизайнером одежды? Это же две разные профессии. Да. И ты, и тот, и другой. У тебя вот уникальное это сочетание. Ну, для фэшн-иллюстратора не обязательно точно-точно знать, как там та или иная ткань себя ведёт в модели. Естественно, это лучше, потому что, если там, например, вам заказывают скетч платья из органзы или платья из тапты, она будет выглядеть по-разному, и многие люди, кто просто рисует и не представляет себе ткани, они как бы могут зарисовать не так, как это может выглядеть. Вот. И для дизайнера всё-таки больше гораздо важно понимать материаловедение, технологию обработки, то, как вообще даже там часть конструирования всё-таки тоже понимать, где какая выточка должна быть, чтобы платье село. Вот. Естественно, конструктор всегда может посоветовать, вот, но мне кажется, у дизайнера в основе тоже это должно быть, для дизайнера. То есть иллюстратор ты всё-таки просто рисуешь в основном. Круто, если ты что-то понимаешь, это очень важно. Вот. Но больше тебе нужно понимать и в анатомии художественной, телесной, в том, чем рисовать, какие материалы есть. Вот. Вот, кстати, как раз хотела к материалам подойти. сейчас фэшн-иллюстрация, она очень-очень разная. Есть те, кто рисует от руки, есть кто в диджитал-программах. Вот по твоему опыту на что есть запросы, что интересно заказчикам, как это вообще всё развивается. И вот. Потому что, ну, ты практикующий фэшн-иллюстратор, ты тот, кто, во-первых, берёт работы и иллюстрирует, ну, как бы за деньги, то есть ты на этим зарабатываешь. Плюс ко всему, ты это ещё и преподаёшь, то есть у тебя такой разносторонний опыт. Мы с тобой сейчас делали акцент всё-таки на фэшн-иллюстрацию как рисунок от руки, а от программы это больше всё-таки такая именно дизайнерская часть, как технические эскизы, создание принтов и так далее, да. А вот для иллюстратора, что ему нужно, с чего начать, что нужно вообще, чтобы попасть в эту профессию? Ну, я понимаю, что должно быть желание, да, в первую очередь. А помимо этого, куда бежать? Что делать? И помимо этого, нужно начать с того, что научиться для начала на бумаге, я так считаю. Конечно, сейчас суперпопулярно рисовать на планшетах, да, Procreate, очень много из школ, которые преподают рисовать именно на планшете на фэшн-иллюстрации. Это классно, это здорово, но получается так, что вы лишаете себя замечательных мучений рисунка на бумаге, потому что планшет всё-таки такой момент, что ты там взял, отогнал назад, забыл, что ты где ошибся, нарисовал, дальше рисуешь. Вот, а именно для тех, кто мне, как кажется, хочет профессионально дальше в этом развиваться, очень всё-таки важно именно на бумаге для начала научиться перерисовать кучу бумажек с той же анатомией, да, то, что у меня в курсе, она простая анатомия по рисунку фигуры, стилизованной. вместе гораздо более трудно. И вот на бумаге в первую очередь совершенно обычный офисный, с обычным карандашом научиться рисовать в карандаше. Это, мне кажется, самый главный такой начальный этап. То есть маркеры, там, акварель, это всё круто, здорово, до этого ещё дойдём. Вот, но если у нас нет какой-то базы, такой вот, самой, то, мне кажется, дальше тяжело будет пойти. Ну, вот нас, когда учили именно на дизайнеров, я не помню, у нас отдельно специализация как фэшн-иллюстратор, то есть, ну, мы как бы могли потом раздвоиться как бы куда надо. У нас, во-первых, было, правда, оно было дополнительно курс обнажённой фигуры, но у нас была анатомия, классическая анатомия, мы рисовали натурщиков, но ещё была дополнительная обнажённая натуря, мы её много-много рисовали. И, конечно же, была фигура именно с точки зрения дизайнеров, чтобы для рисунка эскизов. И вот у нас, я просто помню, у нас была практика, говорит, вот я говорю, что нужно, чтобы сдать практику? Он говорит, ну, постараешься пачку 500 листов А4, вот я должна изрисовать, вот это, говорит, уже тогда можно о чём-то говорить. Пока ты её не изрисовала, как бы, ну, рука не набивается, это только-только вот постоянным вот этим вот через тебя, и оно тогда идёт. И то, вот я по себе могу сказать, что я не стала супер рисовальщиком фигуры, хотя пропорции я чувствую. А есть люди, которые прям вот, ух, и у них фигура, она, ну, практически практически Микеланджело, то есть красота. Вот у тебя тоже прекрасные чувства фигуры, да? Вам доходило, когда ты дополнительно, да, рисовала фигуру? Да, я ходила дополнительно, в общем, поскольку мне в университете не хватало, несмотря на там, у нас тоже у инженеров тоже были эскизы, наброски, я даже, первые мои заказы, это я за деньги рисовала людям, которые не успевали всё сдать, и я там сидела, вот этого рисовывала. Вот, и мне не хватало всегда этого рисунка, я нашла себе, ой, не курсы, а как бы кружок художников, которые собирались, рисовали обнажённую натуру. Вот, я ездила, пробиралась в Строгановку за Альцем, потому что меня не пускала охранник, и через знакомого скульптора я пробиралась к ним туда, и мы рисовали эскизы обнажённой натуры. Вот, очень было классно. Я думаю, что кто хочет, тот найдёт. Я нашла себе такой нелегальный способ. Ну, уже, в конце концов, хотя бы по фото. Ну, желательно, конечно, культуры. Ну, даю такую подсказку, я её всё время даю, только словами, никогда ничего не показываю. Можно, вот мы с Соней, кстати, когда рисовали карточки, я тоже ей присылала, кастинги, порно-кастинги женские, там как раз обнажённая фигура, при том, очень разных пропорций. Вот, мы когда карточки создавали, нам нужны были оригиналы женщин, ну, чтобы было понятно тело, вот нестандартного размера, когда там очень большая грудь, или там маленькая грудь, маленькая, и в бёдрах там груша. Ну, помнишь, мы вот это вот смотрели, вот можно оттуда брать. Я не буду ничего показывать, это можно прям в гугл забить, оно всё высыпется, и вот для практики прекрасно совершенно, прям садитесь, и вперёд. они там даже в разных позах ездят. Ну, можно, есть даже специальные сервисы по рисунку, референс, по-моему, называется, я тоже вот давно ещё было, находила просто себе сайты, и там прямо вот есть девушка, и она в каком-то костюме или без костюма в разных позах, то есть прямо её вот так вокруг фоткают, и ты можешь рисовать со всех сторон. То есть всё-таки, мне кажется, что для начала фэшн-иллюстрации, вот базовая хотя бы анатомия, не обязательно там каждую там костяшку, вот это всё. Вот, здорово, но не обязательно. И очень важно именно уметь словить вот это движение, потому что, если это, например, многие фэшн-иллюстраторы рисуют на показах, там есть уже у нас такие метры, вот, и нужно быстро успеть словить модель, которая идёт, её быстро зарисовал там, даже без одной ноги, но уже красиво. В общем, навык был. Ну, это видела, но всё равно многие рисуют потом по фото, всё-таки фотографируют момент, и потом по фото это восстанавливают, потому что, ну, вот то, что девочка прошла, это прям очень быстро, то есть это вот молниеносные набросы, можно даже цвет не успеть схватить, то есть, ну, как бы пока она там пробежала. А если там много цветов, там, какие-нибудь пятна красивые, ещё что-то, ну, просто не успеешь её. Ну, поэтому это быстро, как бы нарисовки, карандашок, ты так набросал себе, это просто для руки очень полезная штука. Почему вот тоже ещё мы всегда тренировались, мы ходили в парк, летом особенно, ты сидишь, вот рисуешь, кто там где сидит, кто идёт, и ты там пытаешься выловить. Очень классная тоже тема для тренировки. Здравствуйте. Мы практиковали, да, всем здравствуйте. Мы за что практиковали в институте, у нас, мы сами были натворщиками, то есть кто-то, ну, сидит группа, там, 30 человек, да, один человек стоит, быстрые пятиминутные наброски. Вот он встал в какую-то позу, пять минут займа, все его рисуют, там, другой вышел встал. А поскольку все разные, все комплекции разные, все пропорции разные, вот это вот как бы оно тоже нарабатывается, и одежда у всех разная, что тоже плюс. У нас даже мальчики были, мы даже мужчины рисовали, чтобы вот. Ну, уже в дизайнерде редко натурщиков встретишь. Ну, вот натурщики, мне повезло со Строгановкой, то, что я туда пробиралась, там, да, были отдельно, вот именно мужчины еще. Ну, мы рисовали живых натурщиков, во-первых, мы рисовали, там, обрубовки и все остальное, у нас были живые, при том, как правило, возрастные натурщики, когда портрет рисуешь, ты рисуешь вот эти все складки и все остальное, тоже полуобнаженные они у нас были, мы их рисовали, но их так жалко все время было, они все время стоялись с этими обогревателями, потому что там на зиму же тоже идут эти пары, и ты их рисуешь. Вот, вот это все было, конечно. И я помню, как запоминается, там, вот сейчас мы проходим носы, мы рисуем носы, едешь в метро, у всех такие шмобели, прям, ты их видишь, потом рисуешь глаза, и там, у этого узкие глаза, у этого большие, у этого навыкать, у этого... На что акцент смещается, то и делаешь. Так, с фигурой мы поговорили. Соответственно, это, как правило, карандаш, уголь, сангина, рисовать можно на обычной бумаге, на крафсе, быстрые наброски. А дальше, как с материалами определяться, что там, куда. Потому что сейчас вот очень модная тема маркеры, про маркеры, маркеры везде. Как, чего, куда? Расскажи, как заходить, потому что они реально, если копики смотреть, ну, это просто можно состояние оставить, это начинка, что это просто неподъемно. Там один маркер стоит полторы-две тысячи, куда их, как это получается? Ну, тут 600 рублей, почему, где полторы? Копики, по-моему, вот то, что я смотрела последнее, 600 с чем-то стоили. Я тот собор смотрела из трех-четырех штук, но, в общем, они все равно неподъемные. Набор, да. У копиков есть, типа, более недорогая серия, вот, они там вроде как по 400-500, но все равно это сумма, где один маркер такие деньги отдать. Я покупаю в основном в Тачи, около 400 рублей за маркер. И на самом деле есть очень много фирм, сейчас русских, которые выпускают тоже классные маркеры. Конечно, они там, может быть, не такие стильные, не такие прикольные. Вот, да, на Алике, да. Я покупала на Алиэкспрессе целый набор маркеров года два, наверное, назад. Стоил набор 4 тысячи, но он вот такой был. То есть мне принесли вот такую байду с 170 маркерами, и цвета очень разные. То есть поскольку это Алиэкспресс, надо быть готовым, что-то приедет сухое, что-то приедет там не того оттенка. Вот, но в работе меня они абсолютно устраивали. Мне кажется, все-таки маркеры, именно материал, это не прям вот, как сказать, самые дорогие должны быть обязательно. Зачем? Я китайскими маркерами рисовала заказы, очень много практически всех, потому что палитра большая. Единственное, что я не променяю на китайцев, это, наверное, оттенки кожи в тачах. Вот, то, что тач, они дешевле, чем копики, и я нашла просто для себя там за несколько лет своего рисунка, свои самые любимые цвета, и с день их потом пропихиваю, рассказываю. Вот, то есть можно найти в Леонардо, например, недорогие русские маркеры Санет еще есть, Висты Артиста, там список огромный на самом деле. Вот, и они уже стоят там в районе 200, 100 с чем-то рублей за маркер. То есть вполне можно сделать свою недорогую палитру цветов, и ей совершенно спокойно научиться маркерами рисовать. Будет вот так. Я вот, кстати, мы с тобой еще не встречались после этого, я совсем недавно, правда, я ребенку заказывала, сейчас появились на Вайлбарисе маркеры, притом наборы, и по каким-то ценам просто вот разумным. Они спиртовые, тоже они говорят, что это тач, но это явно не тач. 48 цветов не может стоить 600 рублей у тач. Но они очень неплохи. То есть вот мы им сколько уже пробили, и они пробивают бумагу насквозь, но в принципе, мне кажется, для начинающих вполне актуальный вариант. Единственная проблема вот цвета кожи, возможно, на цветах кожи там пару-тройку, ну, как бы, купить нормальных, а остальные просто дополнить. А у нас пока они живы. Соня, мы спросили, сколько у тебя уже служили с Алика маркером? А с Алика, вот я им сказала, что я купила их два года назад, по-моему. Естественно, те, которыми я прям суперчасто пользовалась, они у меня, ну, наверное, за несколько месяцев стерлись, но вот сейчас у меня лежат некоторые маркеры с этого набора, они пишут, вот, и рисуют. Поэтому... А ты их не заправляла? Нет, я не заправляла их вообще. Китайские ни разу не пробовала заправлять. По-моему, еще даже никакие не заправляла. У меня не получается пока купить заправку. Вот, я хожу. Как раньше, духами заливали. Вообще, хорошая тема заправки и огонь вот у Тачи. Очень здорово. Эти спиртовые заправки можно еще использовать для картин абстрактных, которые... Спиртовая живопись, вот это тоже классно. Это во... Да, да, я вам угла. Круто. Я не в курсе. Вот так вот. Интересно. Так что купили маркеры нарисовать и еще и нарисовать. Сколько служили? Слушайте, вот я их купила, чтобы не собрать, в марте, сейчас что у нас, июнь. Вот первый набор, вот основные цвета, которыми мы очень активно пользуемся. Я хочу, чтобы вы понимали, что я покупала не для художества, а для ребенка. И ребенок у меня просто выкрашивала четыре ими. Вот самые основные цвета выбились уже. Ну, прям вот, они высохли. А полнабора еще живые более чем. То есть, выбились какие-то там серые, вот которыми он прям там, я не знаю, такое ощущение, что он стенами покрасил по размеру. Ну, то есть, свой объем они вполне отсужили. Вот то, что я работала. У меня тачи, например, списываются за активное пользование, ну, месяца там за два-три, наверное, тоже в районе того получается. Ну, это же от объема еще зависит. Понимаешь, ты, например, там девочку нарисовала кожу, это одно, а ребенок он взял там и раскрасил динозавру размером А4 плотненько из оливки. Естественно, у него этот маркер вылился туда. Но вот, как бы, я вполне довольна. Вполне адекватно, при том украсили на обычной пищей бумаге. То есть, там никакого спецоборудования не было. понимаете, кстати, тоже момент, например, если я рисую вот на обычной пище иногда многие вещи, потому что я сканирую все равно, потом обрабатываю еще там немного, в фотошопе там чуть-чуть чище. Вот, еще очень зависит от бумаги, потому что есть, например, специальная маркерная бумага, и у нее такая пропитка внутри. То есть, маркер лучше смешивается на ней, он не растекается сильно, и он меньше как бы выходит. То есть, бумага его меньше впитывает. Вот это тоже важно. Есть недорогие склейки для маркеров бумаги. По-моему, тоже у Сонетта я покупала недорогую. Очень классно. У Леонардо должны быть. У Леонардо, да, в первдвижнике, они сейчас везде, по-моему, есть уже. Все быстренько сделали бумажки себе. Такие. Но они достаточно дорогие. Они либо комплектами, либо по одному листу идут. Ну вот, есть очень дорогие. Сонет, по-моему, был недорогой. Если я не ошибаюсь, там у меня была склейка из ни одного, и даже ни десяти, побольше листочков. По-моему, что-то 300, это же 400 рублей, я просто не помню уже, к сожалению. Не пробивали? Не пробивали маркеры на сквозь листы? Нет. Потому что склейка, это то есть такой... Нет, не пробивали. Там же специальная пропитка. Вот. То есть там очень тонкая бумажка, она практически полупрозрачная, но вот именно за счет вот этой, не знаю, из какого материала, полиэстера или там чего-то такое, пластик какой-то тоненький. Вот. Вполне нормально. Вот. Конечно, у меня был, например, альбом бумаги для маркеров. За, по-моему, тысячи дверей я выбрала. Это еще было когда-то давно. Вот. И я должна сказать, что вот, что купить лучше, сразу дорогое или все-таки подешевле? Мне кажется, сначала лучше что-то подешевле, чтобы по карману сильно не било, и не было страшно этим пользоваться. Потому что вот эта бумага за 2000 у меня лежала, не знаю, до победного просто. Опять спрашивают про Вайлдберис. Друзья, ну вот я же рассказала, вот они за 3 месяца некоторые цвета, которыми очень активно пользовались, выбились. То есть вот 3 месяца они отслужили. Пока еще живые. Ну то есть вот, я в марте их купила, то есть еще живые. А вот Соня рассказывала, Саняка у нее 2 года, и до сих пор какие-то живые. Смотря сколько они пользовались. Если вы рисуете каждый день, у вас много заказов, вы прям исписываете, то я думаю, что месяца там 2-3, и все. Вот, а если порезы, то уже подольше. А потом же это еще от цвета зависит. Да, от объема и покраски цвета. Да. Потому что какие-то, если вы там будете какой-то, ну я не знаю, там условно фиолетовый маркер, там мы покрасили маленький топик, и потом где-то точечки расставили, он у вас будет служить очень долго. Но если он хорошо закрытый, герметично, а если вы этим маркером будете выкрашивать там пышные платья, которые там постоянно большими объемами, он у вас быстрее выбьется. Ну вот я брала, если кому-то интересно, то, ну, как бы просто вот зашла на вопрос. Я брала для ребенка, еще раз повторюсь, но я сама ими тоже порисовала и вполне осталась довольна. Мне кажется, для начинающих отлично. Единственное, что вот как Соня сказала, возможно подкупить один-два маркера для кожи, ну, чтобы они были более... Хотя там были хорошие удачные цвета, которыми можно было и кожу делать. Ну, количество, конечно, сколько вы там покрасили. Но я говорю, объем, то есть сколько вы покрасите, там один квадратный сантиметр суммарно, да, или квадратный метр. Я не знаю, на сколько маркеров рассчитано, на метр квадратный, на два квадрата метра выкрасить. Там какая у него емкость. Какой тикток. Выкрашиваем маркер за последнюю. Ну да, да, прям сначала и на сколько его хватит. Можно отдохнуть, дать, потом дальше красить. А у нас еще такие, вот тоже мы с тобой, помнишь, обсуждали, у маркеров, они же есть разные. Есть, которые с долотом, вот скошенная такая штучка, есть, которые пуля, есть, которые кисточка, тоже надо смотреть. Вот у меня пуля, которая такая, ну, как обычный фломастер такой маленький и долото скошенная. А вот Соня часто рисует у нее кисти. Я просто копалась у нее. У меня в основном кисти, я иногда беру с пулей, потому что, например, мне цвет понравился, и я не увидела такого цвета с брашем. С брашем для меня лично гораздо удобнее делать там градиенты, складки мягкие на одежде. Вот то, что я рисую, получается, в основном заказы, там, дизайнерские платья и все такое, вот, и там нужно именно вот эту вот мягкость вот эту передать. И все-таки с брашем удобнее. Как кисточка и как варели, вот точно так же. Вот, это прям супер. А золотой пуля, на мой взгляд, подходит для каких-то более таких, ну, для стилистики, для своей. Если такие более рваные какие-линии у человека в рисунке, или, может быть, для интерьерного скетчинга. Вот, хотя я тоже пользуюсь. Если я цвет влюбляюсь, я ему хватаю. Мне задавали хороший вопрос, в чем разница между спиртовыми и акварельными маркерами? О, сейчас расскажу. Акварельные маркеры, они у нас в честь чего названы акварельки? Если мы нальем водички, маркеры все подружки потекут. У меня тоже есть такие маркеры, по-моему, японская фирма Хой, и я их покупала, думала, сейчас, как я ими буду рисовать. Я не сразу разобралась просто тогда. Ну, почему? Мне кажется, некоторым нравится. Некоторым нравится, да, нет. Я купила для своих целей по спиртовым маркерам, начала их смешивать с другими маркерами и чувствую, что что-то у меня что-то вот не так, рисунок не туда идет, какой-то не такой. И потом я читаю, типа, акварельный маркер, и такая, ну вот, в чем проблема. Нужно было просто, как бы, рисуешь маркером акварельным, и потом уже кисточкой чистой с водой брашем, ты уже там можешь делать градиент и все такое. Вот, то есть это просто разные задачи. Поэтому я вот на ошибалась, рассказывала. Ну, почему на ошибалась? Ну, все равно надо пробовать что-то. Конечно, да. Есть материал. Нет, это опыт, поэтому все окей. Вот, мне, наверное, больше нравятся спиртовые маркеры, они как-то для меня удобнее, для моей техники, которую я рисую, вот, плюс на любой бумаге можно рисовать. То есть, смотри, у нас получаются простые карандаши, ну, соответственно, ластик под карандаш. Я всегда говорю, ластик покупайте новый, можно обычный кохинор, они сохнут, не очень сохнут, потом плохо с ними работать. Можно там всякие клячки туда-сюда, ну, просто обычный кохинор свеженький, он хорошо стирает. То есть, маркеры можно, может быть, акварель, в принципе, да, при желании. Акварель при желании, то есть, плюс в акварелье в том, что вы купили себе наборчик небольшой, и вы можете уже делать разные-разные, большое количество цветов. В маркерах нужно всё покупать. То есть, вы вот прям так не намешаете два цвета, чтобы был там другой какой-то. У тебя был опыт работы с акварелью, с Алиэкспресса, ты покупала такую палетку. Да, я покупала палетку, мне было интересно вообще попробовать её. Вот, и там как бы на картинке была такая, палетища, знаешь, как это обычно бывает с Алиэкспрессом. И у меня приезжает вот такая петулина, реально так в ручку её кладёшь, и там такие маленькие вот эти штучки, и акварели просто, знаешь, как бы она классная, в принципе, прикольная для рисунка такого простого, мне кажется, не для профессиональных каких-то там акварелей. Вот, очень подойдёт. Для быстрых скетчей очень здорово, если мы там на природе или где-нибудь ещё хотели порисовать, достали, сделали. Вот, но она достаточно быстро потом всохлась, и акварели прям вот, вот намазали её на листик туда, буквально чуть-чуть. Вот, в целом, вот прикольный набор, но для своих задач. Собственно, за цену, за которую я взяла, другого особо ничего не ожидаешь от него. Я знаю, что ты ещё рисуешь кисточкой с резервуаром, который вот надо давить. Да, да, как раз она была в наборе с этой акварелькой. Мне понравилась она, ну, не прям, чтобы супер. То есть, мне нравится акварель рисовать всё-таки мягкими кистями, там, белочкой, чем-то таким. Вот, атака была такая чуть пожёстче. Вот, но это тоже, мне кажется, очень всё субъективно. То есть, надо всё проверить. по поводу кисточек, я тоже говорила, что всё-таки кисточки лучше купить более-менее нормальные, то есть, ходить именно в фудсалон художественный и взять, может быть, не самую дорогую линейку, но всё-таки более-менее профессиональную, потому что то, что продаётся в обычной канцелярке, это просто катастрофа. Я вот даже ребёнку не всегда это даю, эти белки, колонки, и вот эта жуткая синтетика. Всё-таки, ну вот, притом они не такие зверски дорогие синтетические кисти, это можно за 100 рублей взять, ну, в зависимости от толщины, соответственно. Вот в Леонарде, в Леонарде я брала прикольные кисточки, с таким голубым, этим, всё забыла, все слова. В общем, если, да, если мы идём в Ашане, либо палка такая будет, да, если мы купаем кисть в Ашане, то обычно очень быстро она вся рассыхается от воды, вся такая, оскоживается, волокно всё вылезает, рисуешь, а у тебя там на лице усы на носу где-нибудь. Ну, ты даже линию не проведёшь, почему ещё важна вот именно кисть, да, когда нужно какую-то линию провести, где-то за линочкой, потому что она, вот лучше одна-две хорошие кисти, чем набор из каких-то прям вот непотреблений. не как с маркерами. С маркерами можно купить из Алиэкспресса, вот, и в принципе будет очень даже ничего, говорю на своём опыте, поэтому. А, ещё что важное для начала, я очень люблю в курсах давать линеры и цветные карандаши. У меня есть любимые мои цветные карандаши от Fiber Castle, чёрный цветной карандаш, который я использую на тени, на контур мягкий, на там подводку глаз, лица, всё такое. Это просто, я ещё, помню, даже выкладывала какие-то видео в Инстаграм, у меня все спрашивают, что это за чёрный карандаш, он так пишет, красиво, сочно. Вот, это Fiber Castle. Его очень большой спектр у него использования, как, например, в курсе по текстурам, я даю там бархат, джинсу, шифон, и мы везде используем чёрный карандаш. Вот, то есть... А ещё белую гелевую ручку. Да, да, белую гелевую ручку тоже обожаю, одна из моих любимых, тоже, по-моему, сакура японская, она стоит дороже, чем обычные всякие гельки, но она реально достойна своих денег. Не прям, чтобы супердорогая, но у неё прям белый, кругной такой пигмент, который прям, ты ставишь точечку, блик на серёжку там, и вот её видно. Короче, я в восторге, прям, моя любимая. Но ты иногда заменяешь акрилом. Иногда заменяю акрилом. Я разобрала все секреты с вами. про меня, Катя. Да, все мои секретики. Вот, я заменяю акрилом достаточно часто гелевую ручку, либо, когда у меня её нет, либо, если мне нужен объёмный какой-то рисунок на иллюстрации. То есть, например, если платье с кружевом с каким-то, с бусинами, белый акрил, очень круто его точечко, точечно так ставить, я прям беру другую сторону кисти и ставлю точки. Вот, и получается, он застывает объёмно, очень круто выглядит в рисунке. Вот такие. Вот эти твои белые на белом, фантастика такая. Я тоже смотрю, думаю, и студенты тоже такие, хлоп, смотрю, пункт работы, и студенты такие, ну, вообще красота. А с рисунками это у всех шикарно всё получается. Потому что, ну, приём можно там не только белые на белом, там, ну, совсем подряд. Вот, очень просто на самом деле, а выглядит потом очень эффектно. Вот это, люблю такое. Очень красиво. Я вот тут тоже, я обычно же свои студенты, ну, как бы, я, в самом деле, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, да, я со своим там дичёмками разбираюсь. А тут я к тебе залезла, думаю, дай-ка я там это, шороху наведу. И я думаю, ого, ого, значит, Соня показывает, как это, и такие работы пошли. Нормально. Ой, Соня, простите, я тут своё взяла. Я тоже такая там, ну, всё, можно всех в фотоаппаре расстраивать. Я помню про какую-то домашку, творительницу, чтобы люди отработали. Но мне очень нравится, когда берут что-то своё и это рисуют, потому что, мне кажется, это прям ещё интереснее. Вот, это здорово. Я за суходеятельность. Здорово. Так, ну, что, так если подсуммировать, я пока не вижу вопросов, вот по маркерам были, то есть, всё-таки база рисунка надо нарабатывать. Есть, кстати, много литературы красивой, и именно для художников, есть анатомия для художников, есть и российская, и зарубежная. Вот её можно купить и прям покопировать из книжек. Как мы сказали, есть сайты, где можно поискать фигуру, откуда порисовать, такие основы. Но, конечно же, ткани тоже надо рисовать для иллюстраторов. У меня, на самом деле, поскольку я работала там в дизайне, я, как хомяк, собираю себе кусочки хенгера и ткани. Вот. И всё, хотела сделать там ряд видео, где я беру ткань, вот именно её показываю, как рисовать. Мне кажется, будет очень здорово. Вот. Так что, если вдруг проходите мимо магазинов с тканями, ещё что там говорить в одежде, взяли, покрутили, потрогали, поняли, как оно работает. Можно для начала хотя бы свой шкаф перещупать тоже как бы. У вас наверняка разные фактуры есть. там. Ну, в целом, самое главное... ты же когда там рассказываешь... Что нужно? Тормозит видео. А, я думала, что видео тормозит. Такая тишина. Говорю, что важно желание для того, чтобы начать рисовать. желание, недорогие нормальные материалы. Я даже делала подборку недорогих маркеров, потом скину тебе тоже пост. Да, давай тоже поделимся. Ну, вот, я могу тоже сфотографировать здесь наши комплекты, которые мы покупали. Мне кажется, нам тебе их показать и скажешь своё мнение. Экспертные, как они вообще. Ну, вот, часто тоже не рисую на хорошей бумаге, просто у нас такие планшеты есть, нет, что-то под рукой. Чёрные планшеты, папочка, с которой с зажимом. Туда просто вставляешь лист и рисуешь. Она, конечно, пробивает насквозь, но зато, как бы, получение день пачкается. Тоже, как бы, я вот, я тоже рисую. Лисую совершенно спокойно, вообще на любой бумаге, подкладываю листик и всё, как бы, у меня как-то нет проблем с этим. Вот, потому что... Старые календари. А? Старые календари, помнишь, мы подкладывали тогда? Да. Плотные такие хорошие. Да, потому что, вот, например, мы ещё говорили про заказы, да, что больше популярно ручной метод рисунка, да, вот я рисую. Я по работе заметила, что популярно то, что тебе нравится, то, что ты делаешь, потому что на каждого рисовальщика, иллюстратора свой клиент находится, который влюбляется там в твою работу. У меня есть вот заказчики, с которыми я с начала ведения блога, вот они так и заказывают у меня в том стиле, в котором я тогда рисовала, именно ручной. И я предлагала такая, начала рисовать на компьютере, и говорю, давайте попробуем компьютерный. И они такие, нет, нам нужен вот такой. Вот, поэтому... Ну вот отдельно про блог, про поиск заказчиков, как зарабатывать мы с тобой в четверг поговорим, прям будет отдельный эфир, как бы можете готовить вопросы, писать, мы на них будем отвечать. есть интересный кое-что, потом скажу. Что-что? У меня там будет интересный заказ из-за границы, потом расскажу тогда в этот эфир, поделюсь. Я тоже расскажу там и про опыт работы с Upwork, и как бы там с Инстаграмом, и со всем, мы всем поделимся обязательно, просто отдельным как бы таким блоком сегодня просто вот как, откуда это все берется, там вот этот путь, материалы, как это все пройти, именно по самому процессу обучения. А в четверг поговорим вот именно уже о том, как на этом зарабатывать. Вполне реально, кстати, и можно себе и базу нарабатывать. Нам просто такой момент, что этим тоже надо заниматься, она не сама на тебя падает. Но вот это все реально, мы тоже с Соней это проходили, и с иностранными заказами там это было, и совместные у нас какие-то были с тобой заказы, но это были по дизайну, не по иллюстрации, по дизайну. По дизайну, да, было, я помню. Давно еще. Год и три назад, если не ошибаюсь. Наверное, и того. Ну, в общем, мы заказались как могли. Так что это мы все расскажем и покажем, и ты вроде даже обещалась прессовать со всеми вместе в пятницу. Да, да. Я еще не отказываюсь от своих слов. Вот, 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 да. Так что у нас эта неделя будет богатая, вот Соне, ее можно дергать, у нее спрашивать все. Это практикующий человек, то есть это не то, что просто вот давайте я вам что-то расскажу, а человек, который в этом глубоко, постоянно работает, получает за это деньги и совершенствуется. То есть, вот, и, кстати, тоже эволюция происходит всегда. Вы с чего-то начинаете, а потом у вас плавно-плавно-плавно стиль, он развивается. То есть, ты вот начала с одного, да, сейчас вот в диджиту немножко пошла. Как у тебя стиль поменялся за три года? Вот расскажи, пожалуйста, твой путь как вот иллюстратора, как ты меняешься и с чем связаны изменения, с чем-то внутренним или где-то что-то увидела, как-то какая-то потребность возникла, откуда вот это происходит все? Мне кажется, это даже не за три года, а вообще за все то время, что я рисую, потому что я поднимала свои скетчи университетские, и они какие-то совсем другие. То есть, я вижу, то, что это была я, но какая-то другая совершенно Соня. Вот. И мне, многие говорят, что у меня стиль такой отчасти мультяшный, а я всю жизнь любила мультфильмы, сказки, у меня прям это вот такое обожаю. Вот. И то, что я, например, не срисовываю что-то более реалистичное, например, мне иногда нравится делать более реалистичные иллюстрации, такие они, получается, другие. Но вот именно, когда ты сидишь и не основываясь ни на какой другой картинке рисуешь что-то отсюда, просто, вот, оно такое, наверное, более мультяшно, стилизованное. Вот. У меня стилизация, я её даже не могу прям как-то супер описать определённым образом. Вот. То есть, наверное, мне говорила, что у тебя стиль всё-таки, то, что ты татуировкой занялась, она тоже вот неспроста. У тебя немножечко вот это пересечение со стилем татуировки тоже присутствует. То есть, ну, как бы, ну, это твоё авторское. Это именно то, за что тебя и ценят, как иллюстратор. Вот ты нашла себя таким образом. Это, это да. Но татуировка, это вообще какая-то отдельная составляющая моей жизни, которая мне безумно нравится. Я, конечно, влилась туда просто вообще с головой. Вот. Посмотрим, куда она меня приведёт. Ну, интересно безумно. И про стиль ещё, вот, многие начинают когда рисовать, очень многие себя сразу сравнивают. Там, вот, у меня, как у вас, у вас-то красиво в видео. Я говорю, ну, здрасте, я рисую сколько лет. Вот. Это с детского сада, да. А мы хотим, чтобы за одно видео у нас тут сразу был Микеландзуна. То есть, нужно всё-таки перебороть в себе вот этот то ли страст, то ли какую-то неуверенность в том, что ты рисуешь, и тебе кажется всё что-то не то. Вот эта вот любовь хоть себя пожурить за всё. Ну, здесь нужно сравнивать себя с тобой, а не с профессионалом. Ну, наверное, будет некорректно. Вот у меня, по моей, да, вот я иногда делаю ускоренное видео, как я что-то рисую там в эллистраторе. Во-первых, оно ускоренное, и у вас так быстро и просто. Ну, странно, да, я этому училась там почти 7 лет, да, потом больше 15 лет практикую. Как бы, почему-то у меня быстро и просто, ещё плюс видео ускоренное, а у человека не получается с налётом. Действительно странно. Что-то, наверное, не так, какой-то там секрет. Я говорю, ну, 10 лет практики вы будете рисовать, вполне возможно, что лучше у меня, и как бы это не вопрос. Вот и весь секрет, да. Притом постоянные практики. Я когда работала именно в крупной компании дизайнером, то там каждый-каждый-каждый-каждый-каждый день у тебя эта практика, и, естественно, она прям нарабатывается моментально. Я сейчас достаточно много рисую, но тогда было ещё больше. То есть тогда были объёвы просто... А я ещё отрисовщиком работала. Отрисовщик — это просто ты только сидишь и рисуешь постоянно. Вот руку напиваешь. То, что было с бельём, да? Отрисовывала бельё. Да. Там всё такое самое. Да, я рисовывала корсетку, нижнее бельё и пижаму. У меня был вот этот ассортимент. Я на него после института такая вся пришла, значит, замечательная. И вот это мне дало, конечно, просто феноменальный скачок. Но это была именно вот каждодневная такая вот с любви своей стопельмени, как говорят. Я просто каждый день приходила на работу, садилась, у меня вот ворох либо реальных вещей, либо дизайнер выдавал эскизы, я их просто вот рисовала, рисовала, рисовала технические эскизы бесконечно. И это вот оно, ну, и скорость наработала, и технику наработала, и приёмы наработались. И вот мы тоже, сейчас я курс когда сделала, да, у меня девочки приходят учиться, они говорят, вот именно то, что нужно для одежды. Потому что адоп-иллюстратору, в нём же вообще там можно и логотипы, и печатную продукцию, всё-всё-всё в нём дело, да? А вот именно вот эти техники, как нарисовать меха, как нарисовать молнию, как нарисовать заклёпку, да, вот как это всё совместить, чтобы это был эскиз, как там какие-то потёртости на джинсах. Вот эти все техники, они, я когда училась, меня этому не учили, мне пришлось как бы это всё вырывать, очень много книг смотреть, потому что у нас почему-то не было этих специалистов, и сейчас особо нету, да? Сейчас хотя бы YouTube есть. Ну, просто я когда начинала, что вы понимаете, лет 15 назад, да, в каком я, в 10-м заканчивала институт, а начинала я где-то в 8-м, вот я как раз заканчивалась тут, училась, искала работу. И, ну, не было просто, и YouTube особо это не разница, ну, понятно, как этому учиться, те, что учатся в институте, не дают, и, в общем, вот оно как-то вот набиралось, приходилось просто. Про твои курсы. Самое для меня, например, ещё смешное, то, что мы, когда все доучивались, я тоже устраивалась там на дизайне, и т.д. и т.п., везде спрашивали там иллюстратор, ну, Коралл особо не спрашивает, но иллюстратор. И я такая, блин, а нас этому реально нигде не учили. Вот я позже заканчивала, но как бы реально вот эти вот навыки, которые должны быть для там отрицовщика дизайнера иллюстраторские в иллюстраторе. Так они во всех вакансиях. Да, во всех вакансиях, но никто не учил этому почему-то. Нет, официально эта дисциплина есть, и вот я могу сказать, у меня сейчас есть студентки, которые учатся даже вот во французских школах, там, СПС, вот. У меня есть студенты, которые закончили российские вузы, не московские, и приходят, кстати, вот с этим запросом. Я говорю, хочу устроиться на работу, меня просят иллюстратора, я его не знаю. Но вот, например, Косыгина, я к ним обращалась, у них есть этот курс, но он в каком-то у них формате сейчас, ну, опять, нерабочим, то есть то, чему там масса научат, и то, что попросят на работе, к сожалению, не состыкуется. Я даже хотела пойти туда преподавать, но поняла, что для меня это будет трудно и энергозатратно, а выхлоп будет очень маленький, то есть, и мало кто из студентов будет реально это ценить. То есть вот они когда пойдут искать работу, они поймут, что они требуют, да, а пока не третий курс, они еще, а сейчас же бакалавриат, они еще будут такие, ну, в общем, хотела, я преподавала в технологическом колледже, там, и преподаватель готовила, очень хотела пойти в Косыгин, там уже со всеми разговаривала, потом просто отказалась, у меня еще ребенок маленький был, ну, как бы тяжело очень вот было это совмещать, и это надо реально ездить, трудозатратно, там, хотя им школу большую предлагали, но, не знаю, может, все равно я все-таки схожу, может, преподаватели обучим, там, программу какую-нибудь поправим, но очень хочется, чтобы люди, выходя из учебных заведений, это все умели, могли сразу именно на работу устраиваться. Просто я вот точно помню, что у нас, по крайней мере, у нас был автокад, где мы пытались даже конструктор. Ну, конструктор, но у нас у дизайнеров тоже этого не было, я же общалась там не только с конструкторами, вот дизайнерские тоже у нас как-то вот без программ были. А нам запрещали пользоваться программами, нам говорили, рисуйте от руки, кто вам даст компьютер, где вы будете его использовать. Я когда пошла сразу на работу, я как бы вообще у меня просто вот так вот разошлось в разные стороны. Нам запрещали, откровенно запрещали, мы еле-еле диплом отстояли, чтобы мы его могли нарисовать на компьютере. И то я сейчас смотрю, что я рисовала во время диплома. Я вообще не понимаю, почему мне не щелкнули по носу, не сказали, что, блин, девочка, нарисуй, пожалуйста, то, что, ну, как бы технические эскизы, а не вот это, то, что ты нарисовала. Вот был бы кто-то, кто бы щелкнул, кто рассказал. Уже потом, когда вот на основе опыта смотришь, думаю, блин, а почему, почему я не сделала вот эту творческую кракозябру, да, а потом бы не дала к ней вот эти описания технические, которые в дипломной работе есть. Может быть, по-другому бы как-то, но быстрее бы все росло. Ну, а когда ты студент, ты не понимаешь просто. И странно, не ходят люди, которые из компаний, ну, как бы не объясняют, что они хотят видеть от этих специалистов, да, даже если они его не нанимают там, если элементарно какая-то компания придет и расскажет, что вот у нас есть дизайнеры, от них требуется то-то, то-то и то-то. Вот у меня сейчас очень многие девочки, я сейчас просто как раз видео готовлю, спрашивают о том, а как сделать портфолио. Ну, как бы у меня тоже общий принцип есть. Я сейчас задала несколько вопросов по поводу вот именно людям, кто работает, ну, дизайн-компания, чтобы мне ответили, а что они ищут, да, ну, то есть, ну, как бы, понятное дело, что я там не пытаюсь людей эти туда пристроить, а вот вы берете соискатели, да, а вы что хотите, чтобы этот соискатель вам показал, да, вот как бы, какое портфолио для вас будет адекватным. Вот сейчас пытаюсь вот собрать эту всю информацию с того, что есть у меня по опыту, есть у меня в мозгах, то, что мне вот компании расскажут, уже как бы выдать какую-то, потому что, например, нужно иногда портфолио для поступления в ВУЗы, ну, вот в нашей, я не помню, что тут как-то требовали, а в зарубежной, там, типа, ESMOT, или в Лондоне, это как у нас колледж этот, что я имею? Санкт-Мартинс. Санкт-Мартинс, да. У них при поступлении на какие-то обучающие программы требуется собрать портфолио. Да, но там нет универсальной схемы, там каждый колледж выдает вот такой список, что должно быть в портфолио, и там все очень понятно, то есть ты прям по списку заполняешь, и у тебя портфолио, ну, понятное дело, что стиль, там, дизайн, там, отработка, это от тебя, но там прям вот четко по пунктам, что ты должен предоставить. А вот единого какого-то шаблона от работодателей, его нету, и непонятно. Вот, типа, покажите портфолио. Я в одном раз тогда пришла устраиваться, говорит, а фотографии вы изделий, которые у вас хорошо продавались, а там на другую, а технические схемы вы как рисуете, и вот вообще, вот где что попросят. Я пытаюсь сейчас как-то систематизировать. Я тоже, я это все только там вот на, как бы на своих собственных вот этих спотыкашках выяснила для себя, что вот лучше собирать себе портфолио, и с иллюстраторским портфолио тоже есть такая муть. То есть, естественно, что ты, когда ты иллюстратор, ты работаешь там на фрилансе в основном, ты можешь что угодно вообще взбихнуть, но многие делают, например, все-все-все собирают там, от эскизика до какой-нибудь этой, и получается, человек-заказчик пришел к тебе за определенным стилем, а у тебя тут и того, и сего, и третьего, и вот такой, типа, а что, а что, а кто это вообще непонятный стиль? Вот, это немножко другая тема, я просто про свои боли уже рассказываю. Ну, это мы расскажем в четверг, вот именно как готовить вот это все. Это я просто поделилась полю, который я сейчас мучаюсь, у меня уже не первый студент об этом спрашивает. Я бы рада ответить, на единого шаблона нету. Вот сейчас хоть у работодателя поспрашиваю, что они мне ответят, ну, чтобы хотя бы не свои фантазии туда вот транслировать, да, потому что то, что я, например, буду смотреть, и то, что там другой работодатель будет смотреть, это будут две разные вещи. Ну, вот, как бы. Многие еще, знаешь, любят там, ой, давайте мы нам сделаем эти тестовые, разработайте нам коллекцию. А, да, про уроки. Ты делаешь, ты учишься, я, ну, поначалу делала эти тестовые, там такая, все сделала, все скидывала, и такие, ой, нет, а потом там спустя какое-то время ты видишь где-нибудь свою модель, там еще что-нибудь придумано. Ну, такое себе. Поиск бесплатной рабочей силы через это все проходят, и я тоже в свое время сделала, я вот помню, как сейчас помню, я устраивалась в компанию, кто занимается мужскими рубашками, они разрабатывали разные фасоны клеток, тогда как раз была мода на эти клетки. Я им там такую портфолиум, мне кажется, лет на пять выдала, ну, то, что вот этим тестовым заданием. Ой, ну да, извините, и, в общем, потом это все пошло, конечно. Но это, мне кажется, всегда такая, сейчас, вот, я могу сказать, что чем опытнее дизайнер, тем больше вероятность, что он пошлет с тестовым. Он скажет, знаете, что либо вы не оплачиваете эту работу, либо вы просто, ну, как бы, потому что тестовое задание, это уже когда, ну, как бы, вот это вот опыт и самоуважение какое-то возникает, самоощущение того, что ты, как бы, твое время ценно, и ты понимаешь, что у тебя это могут просто спереть и нагло использовать. Ты говоришь, ну, ребята, я, конечно, все понимаю, нам очень интересно, вот мое портфолио, вот мои работы, вы можете оценить стиль, если хотите, попробуем одну штучку, там, как бы, разработать, но не бесплатно. Да. Все это будет время оплачиваться. Но я думаю, что с иллюстрациями точно так же. У тебя же наверняка были неприятные случаи, когда там не оплачивали или еще что-то. Вообще, работа с клиентами, она всегда такая. Были моменты, по-моему, но немного. Я вот так прям даже на скидку особо не припомню. Были моменты, что вроде как внесли предоплату, вы работаете, работаете, но, например, вот что-то как-то и как-то вот вы расходитесь с человеком. Очень редко было такое. И по поводу того, что там ты сделала, тебе не оплатили, у меня, по-моему, это было очень давно с какой-то презентацией, которую я делала. Вот в ближайших выйти, такого нет у меня точно, вот не было. То есть, фу-фу, у меня попадаются люди, клиенты, с которыми мы адекватно общаемся, адекватно идет оплата, адекватная работа, вот, но это сейчас уже спустя там время. А что было, я что-то не помню плохого прям. Было такое, что ты, например, тебе пишет клиент, и ты сразу понимаешь, что вы не сработаете с ним. Ой, надо отказываться, это сразу прям. Я отказываюсь, да. Вот, поэтому, это тоже для, наверное, разговора уже про то, следующий эфир, да? Да, 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 это ошибочки новичков, но, хотя, мне кажется, этот опыт просто надо получить, когда в какой-то момент ты понимаешь, то, что лучше отказаться от денег, чем вот просто вы выжмите друг друга и не получите нужного результата. Но это с опытом только приходит, когда ты начинаешь общаться с человеком и понимаешь, что, ну, на коннект, не сходитесь вы вообще ни в чем, невозможно, да, такое бывает. Ну, это нормально, все люди разные, по каким-черк. Ну, лучше разбежаться на этапе, как бы, запроса, чем вот войти вот в это, вот, вот такое, и потом там выкручиваться и думать, блин, а как же я там теперь с тобой? И у меня, по-моему, был пару раз, я деньги возвращала, потому что я решила, что мне дороже просто будет бодаться. Да, да. Потому что так было. Такое было. Ну, это нормальная ситуация, это как бы... Это нормально. Это все расскажем, это надо пережить, это как бы становление профессионала на вот этапе. Друзья, есть ли у вас... Да, да, у нас можно задавать вопросы, пока нам их не задают, мы общаемся на тему вокруг фэшн-иллюстрации, нашего опыта и остального, будем очень рады. Так, у Софии я делаю этих эскизов платьев. Вот, видишь, твои заказчики. Ой! Класс! Так. Я, кстати, часто сонепи откидываю заказы, я сейчас очень редко беру заказчиков и тоже, кто мне пишет, я потом... У меня сейчас уже как-то так сформировался кластер тех, кто у меня всегда заказывает. Вот, мы сейчас с ними. Сейчас будет один крупный новый, я потом расскажу про него, иностранный. Вот, будет интересно о том поговорить. Конечно, конечно, потом поделишься с опытом. Ну, я с вами студентом сейчас раздаю с доказы. Вот, у меня есть уже опытный студент, у меня есть... Кто детской одеждой увлекается, кто нижним бельем, и я прямо... Какие запросы приходят, я прямо их точечно раздаю девчонкам, чтобы они сделали. Так, девочки, да, 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 вопросы можно задавать, пишите, мы с удовольствием на них ответим. Тут спросил пару вопросов и пропал. Да, да. Подскаживайте. Да, в какой программе делаете тех эскизы? Друзья, мы сейчас больше говорим все-таки про фэшн-эггустрацию, да, этого от руки, а я тех эскизы делаю в адополюстратор. Хотя иногда просят Коралл Дро, но они приблизительно аналогичны. Сейчас все больше и больше компаний, кто на адополюстраторе работает. Если вам это очень интересно, у меня по ссылочке в шапке профиля есть YouTube, и там очень много всякой информации. Я в бесплатном формате рассказываю, даю, те, кто хочет, приходят на полный курс, я с ними уже работаю под запрос. Но там работа, кстати. Ой, сейчас расскажу историю, это просто огонь, мы смеялись, конечно, но это тут плакать скорее надо, чем смеяться. В декабре, по-моему, тебе говорила, Ивановский политех сдаю